Ваше мнение по синтолу, по инъекциям, по имплантам? Я против. Дисквал. Пожизненный. До свидания. Вот по мне больше 50 банок синтола было. Синтола, синтолу рознь. То, что я применял по своей ошибке, это был не синтол. Ты был доволен своей формой до определенного момента. До определенного момента. Ты много сейчас не сиди, ты можешь договориться. А что будет? Нарушение работы почек и печени. Я никому не рекомендую использовать. Я 30 с лишним лет употребляю стероиды. Чувствую себя нормально, и с сексом у меня все нормально. Дай бог 20-летним иметь такой секс, как у меня. Я выиграл чемпионат мира в 13-м году. Молодец. Я использовал стероиды. Мужчина, который красит ногти, это фрик. Тема имплантов у девочек напрямую зависит от бабла. Нету бабок, нету сисек. Вообще бикини – пластическая хирургия. Вот такие вот вареники, вот такие вот грузи. И никакого спорта абсолютно. Там были девочки, которым было 25 лет, они выглядели на 45 лет. У них не было половины волос, зубов. Ну, их это не беспокоило. Тема для качков, тема для качков. Е-е-е, а мой. Всем привет! Вы смотрите «Про кач-шоу». Это конференция о фитнесе и бодибилдинге. Уникальное явление в нашей индустрии. В эту студию мы приглашаем самых известных проатлетов, любителей для того, чтобы обсуждать самые горячие темы. Мы для вас предоставляем уникальный контент. Все, что просим от вас – это обратная связь. Подписывайтесь, чтобы добавить нам мотивации, чаще делая для вас новые выпуски. Е-е, а мой. Трендовая спортивная одежда и аксессуары от бренда NBC. Новая коллекция уже на Wildfire. Тема для качков, тема для качков. Е-е, а мой. Наша конференция о бодибилдинге продолжается и сейчас будет одна из самых горячих тем. Потому что существует много мнений, что современный бодибилдинг достиг чуть ли не предела своего развития. Сейчас атлеты прибегают к самым разным ухищениям. Не всегда речь идет именно о препаратах, но еще и об инъекциях, в том числе синтола или различных имплантах и так далее. И сегодня мы будем разбираться, есть ли в этом смысл или побочных эффектов больше. Вообще можно ли ассоциировать бодибилдинг с дополнительными инъекциями и, так сказать, тюнингом своего тела. Или все должно быть натурально, естественно и эстетично. Мнений, я уверен, будет много. Так что рассчитываем и на вашу активность в комментариях. Потому что, как я и сказал, тема очень горячая. И первый гость в этой студии это Павел Боев, тренер чемпионов. И человек, который, ну очевидно, с инъекциями знаком. И, собственно, в прошлом. Павел, приветствую. Ты уже был у нас в студии, рассказывал о том, что применял инъекции. Я бы хотел попросить тебя вернуться к этой теме. Давай вкратце проясним, почему ты, в принципе, пришел к этому варианту тюнингу своего тела. Почему тебе не хватало, скажем так, изменения гормонального фона и последствий этих действий? Всем привет. Синтол, синтолу рознь. То, что я применял по своей ошибке, это был не синтол. Это был парафин, который до сих пор находится в моих икрах, в моих плечах. Благодаря нашему другу, который здесь присутствует, Руслану Халецкому. В свое время, где-то год, наверное, 15-й, не помню точно, я решил исправить немножко косяки с своими икрами. И мой друг, мой бро Игорь Гостюнин сказал мне, что если пробовать, то только качественные, самые проверенные, ну, то бишь синтезайз, да? Кто в теме, тот в курсе. Я поехал, такая небольшая история, поехал в Питер за Мерсом в тот момент, купил себе Мерс S5.5 АМГ, и решил прикупить пару баночек синтезайза. Но в этот момент позвонил мне Щукин Саня, и говорит, давай встретимся, поболтаем. Сколько фамилий всплывает в этой истории, интересно. Подъехал, сели мы, поболтали, он говорит, у меня есть дружбан, гуру бодибилдинга, давай мы познакомимся. Он знает все, у него есть все. Как бы укорочу историю. Это был Руслан Халецкий, который, в общем-то, и потом мне порекомендовал вот это вот говно, которое находится у меня в икрах. И чуть ли не даром я взял, попробовал раз, попробовал два, все очень быстро росло, но при этом росла и температура, и воспаление. И в тот момент, когда я уже это все перестал делать, процесс не остановился, и по сей день периодически происходит воспаление. И я никак еще не могу решиться на операцию, которую сделал Щукин. Это стоит очень много денег, много времени. Давай проясним, если это не секрет, сколько может стоить такая операция. Я уже, насколько я знаю, Саня Щукин потратил около ляма. Но он, конечно, сделал побольше. Я испоганил свои икры и плечи только этим самым. Самое интересное, бицепсы тоже надо вырезать, но там совсем чуть-чуть, в отличие от Сани, допустим. Суть не в том, что я не виню того же Руслана Халецкого. Каждый принимает решение сам, и я сам виноват в этом. Суть в том, что мы просто с ним дружили. И благодаря этому говну, который он впаривал не только мне, пострадало много спортсменов, таких как Кулаев, вот Никита сидит, я. И знаешь, человек хотя бы просто в тот момент бы хотя бы извинился и сказал бы, ну... Сейчас я уверен, что... Я вообще на самом деле, я честно скажу, зрителям и здесь присутствующим, я совершенно не ожидал, что наша история уйдет в такое русло. Я был уверен, что ты расскажешь... По-честному все хотели. Ты можешь убирать, но так как ты столько раз упомянул Руслана, я считаю, что абсолютно справедливым будет сейчас его пригласить и, собственно, услышать его точку зрения на этот счет. Руслан Халецкий здесь, выступающий атлет и создатель одного из крупнейших брендов спортивного питания в России. Руслан, твое... Подожди, я не договорил. Хорошо. И суть в том, что я опять же не виню Руслана, я опять же повторяю, что каждый принимает сам решение. Это было мое решение попробовать. Была какая-то небольшая обида в том, что я не услышал каких-то слов, извинений или помощи, давай помогу с врачами. Я все-таки с провинцией, у меня там с этим вообще все туго. И человек продолжает врать, что он сам никогда ничего не делал, снимает ролики, обманывает всех, вообще всю Россию. Поломал он руки, передрочил или перековырял в носу. Но за это я его и не уважаю, понимаешь? А в том, что у меня здесь, это не синтол, я сам виноват в этом. Но ты жалеешь, что в тот раз в Петербург приехал не только за Мерс? Конечно, очень жалею. Руслан, пожалуйста, твоя точка зрения, вот эта вот история, свою трактовку, пожалуйста, дай. Павел приезжает в Петербург, приезжает за Мерседесом. Но его знакомят с тобой, так? Ну, он не знает эту. Я не в курсе, да, по Мерседесу. Так, давай так. Коротко. Ну, абсолютно, Павел прав, да, каждый сам решает. Очень много было так сказано и неприятного. Поэтому, не знаю, в какой точке начать. Брал-то, тем более, через Донни. Контакт, правда, дал я. Действительно. Правда, жалко, что у Паши так вышло. Если кто-то знал, что такое может быть у него, никто бы не посоветовал. В тот момент ты ничего не сказал даже мне, когда у нас произошел конфликт. Я тебе это все объяснил, и ты мог сказать, ну, я не знал, извини. Давай как-то решим этот вопрос. Паша, честно? На этом наша дружба-то и закончилась, в принципе. Алушай, у тебя уже были очень большие мышцы, ты уже использовал, и мы вместе ездили отдыхать после этого. То же самое главное. И ты был весьма доволен в тот момент своей формой. Вместе использовали. Вот, смотри, ты был доволен своей формой до определенного момента. До определенного момента, да. Ты много сейчас не хихикай, ты можешь договориться. Да? Да, правда, что ли? Ты был доволен своей формой. А что будет? Ну, я буду выражен так же грубо. Не смеши меня, я не грубил. И совсем лестно о тебе говорить. Не грубил. Так вот, ты был доволен своей формой. И момент, наверное, самый неприятный, когда начали в интернете писать плохие вещи. Потому что сначала писали хорошо, реально писали, что, блин, паха, нифига себе, банки, паха, нифига себе то. И был какой-то там подъем. А потом началось, ну, у любой момент, ну, нет воспаления мышцы большие. Мышцы большие от инъекций введенных. Да, когда начался какой-то определенный хейт, это, конечно, действует на нервную систему в определенной степени и создает дискомфорт человеку. Вот. А так вот, такая оказалась цена инъекций. В результате что это было за вещество? Слушай, как, ну, наверное, конечно, не жидкий парафин, да, вряд ли это свечка растворенная. Но технологически точно люди, кто его делали, нарушили технологию. Хотя вот, с другой стороны, у Павла есть проблема, да, у Александра есть проблема. А огромное количество людей, так и подозреваю, которые использовали, у них проблемы нет. Партия плохая. Ну, то есть, у меня такая же, да, ерунда. Да, в руках у меня прям кривая-кривая фарма, да. По сути, ничем не отличается. Кривое масло, неправильно сделанное. Да, просто значительно меньше. И больше никуда я его не ставил. Но тоже есть. И это может быть плата у любого спортсмена. У другого мальчика может быть абсцесс. Да, есть ребята, у которых просто в ягодице вот такая вот, кратер, да, маринская впадина. Тут каждый за это может заплатить. Поэтому опасность есть большая. Руслан, как-то в прошлом мы уже с тобой делали выпуск. Мы с тобой делали, да. У меня на канале мы обсуждали. Давай вернемся к этой теме. Если вообще Павел говорит, что у тебя у самого какие-то инородные субстанции в руках, что ты прокомментируешь на этот счет? Потому что Павел не единственный в комментариях. Отлично, ты лично был, лично с камерой в кабинете УЗИ. Ты все прекрасно видел, слышал. УЗИ не показывают. Слова врача, там есть инфильтраты от местных инъекций, стероидов. Одно время хороших, а потом плохих. И, соответственно, из-за плохих образовались инфильтраты плотные, которые не все рассосались. Они присутствуют. Возможно, выглядят по картине похожим образом. Я не знаю, как оно выглядит у Павла. Опять же, если он делал УЗИ или МРТ. То есть УЗИ тоже не показывает? Нет, у меня видна рубцовая ткань. У меня видны инфильтраты. Тогда же врач мне сказал, что у вас тут развлокнение мышечной ткани. Может быть, надрыв. Через полтора года я полностью оторвал грудь. Поэтому можно делать исследования, и могут вас предостеречь. Я, правда, не послушал, но вы можете послушать. Твое мнение насчет инъекций синтола или подобных веществ для того, чтобы улучшить свою форму в бодибилдинге? Если эта цель и задача поставлены перед человеком, достижение максимальных спортивных результатов, он здраво оценивает риски, и их принимает, то он может это использовать. Потому что... Если другой, нету способа выйти. Если используют все, да, если есть правила честной игры, все на стероидах, у очень многих, да, дополнительные инъекции, у девушки бикини, может быть, могут быть импланты в груди. Но если у всех есть сиси, простите, она тоже хочет, чтобы быть чемпионкой. Да, потому что в противном случае может не выиграть. Кто-то просто исправляет нос, абсолютно безопасно, но так ему больше нравится. Ему будет комфортнее жить от этого, человеку. Любое действие, которое не делает плохо окружающим, да, и устраивает человека, может быть, совершено. Соответственно, вот тоже самое со стероидов. Почему я против запрета стероидов, да? Человек колется, тихо дома кушает, в зале качается, мирный, добрый, большой, замечательный. Они не опасны для общества. Наркотики опасны для общества. Вот прямая разница. Павел, как прокомментируешь слова Руслана? Совсем ли я согласен? Ну, опять же, мы говорим о синтоле. Так. Или о том говне, который я делал. Мы говорим о синтоле, и синтол используют профессионалы практически все. И, как ты называешь это, тюнинг? И кто тюнингован, и, естественно, он объезжает того, кто стоковый. Вот в данном случае тюнинг просто не получился, да? Тюнинг получился не из того просто, что хотелось бы. В планах у тебя есть все-таки хирургическое вмешательство? В этом году хочу все убрать. В этом году? Да, и потом уже попробовать, может быть, выступить. Потому что по этой причине я и перестал выступать. Какие перспективы? То есть, как ты будешь после этого выглядеть? Ты, условно, откатишься к тем формам, которые были у тебя изначально? Нет, я думаю, что просто будут такие небольшие углубления, дырки в этих местах. Потому что я не использовал это ни в грудь, ни в спину. И в этих местах у меня останутся те же. Я, в принципе... Чуть-чуть надо исправить икры и плечи, вот бицепс этот буквально левый. Но исправить возможно? Ну, надеюсь, да, я не знаю. Исправить ваш конфликт в этой студии, раз уж выяснилось, что он есть для меня, это определенный сюрприз. Я вообще в первый раз о нем услышал, когда ты в прошлый раз был в студии. Сегодня вы здесь. Ваш конфликт? Это просто к тому, что, понимаешь, мне надоело слушать о том, что я что-то до сих пор делаю. Это было один раз, и до сих пор это у меня остается, понимаешь? И конфликта, в принципе, до конфликта как такового и нету. Я же рассказал, как есть, и объяснил. Я понимаю, да. Но вот в результате ты говорил, что Руслан не извинялся. Сейчас в студии как бы он не извинялся. Даже не то, чтобы извинялся. Я не то, ну, как тебе сказать. Он как обычно... Я объясню. Моя мотивация сейчас в том, что история, которая совершенно неожиданно развернулась здесь, может ли она закончиться, можете ли вы, вот, не знаю, оказывается, пришли в негативе к друг другу, можете ли вы, наоборот... Я без негатива пришел. Без негатива, без негатива, хорошо. Без уважения, но и без негатива. Пожать руки можете, чтобы закрыть эту историю? Я не буду никому жать руку, я остаюсь при своем мнении. Да, потому что, ну, так уж, раз у нас сегодня Дом-2, да, вот это шоу должно быть на него похоже. Да, все-таки, там, у меня причина-то негатива, Синк Паша, это не то, что он кололосинтол, мне его искренне жалко, да, но, то есть, из-за обиды Павла возникло много потом вещей в интернете, понятно? Он, на самом деле, не такой человек, он очень хороший и приятный. Да, и в отношении меня был, и я к нему хорошо отношусь. Но его обида, да, потом создала момент, там, обиды, там, на Ромку, да, там, истории про ту же самую Испанию, да. Когда человек, например, не знает, что происходило? Когда мы выступили. А когда еще раз планируете обосраться? Мы не планируем обосраться, а выступать мы планируем 15 июля в Португалии. Желаю вам победы. Я думаю, что сможешь смотреть бесплатную трансляцию от нас. Буду смотреть по-любому. Там вряд ли осилишь трансляцию купить, так что посмотришь нашу. Ладно, давай не будем колкостью обмениваться. Вот мне, Паш, очень неприятно был один момент тоже. Ну, ты мне сказал, я тебе выскажу тоже, да. Когда ты говорил там о подготовке Романа, краски, да, это медных подводки, ты там не присутствовал, ты не знаешь. Когда ты не знаешь, ты не можешь об этом, наверное, говорить. Ты сам рассказывал в прямом эфире, что он там сливаюсь, еле хожу. А сейчас жрем бургеры. Так это же я взял с прямых эфиров его. Ты говорил про Лазикс, который там не использовал. А, Фрусси Мид? Да, Руслан, подводка ответов. Ты говорил много о том, чего не было. Это называется вранье. Вот, это плохо. В основном ничего плохого нет. Но врать плохо. Дезинформировать плохо. Ты тоже не ври по этому. Я думаю, что если есть какие-то вопросы незакрытые, и все, что не касается тюнинга, я думаю, вы еще сможете сегодня закрыть. Я вообще очень надеюсь, что все наши герои отсюда уйдут в добром расположении духа. Нужно мнение со стороны. Нужно авторитетное, честное, может быть, критичное, но уж точно прямое мнение со стороны. Дмитрий Голубочкин снова у нас здесь присутствует в студии. Абсолютный чемпион России. Один из самых известных атлетов, у которого прекрасная репутация, который пользуется доверием зрителей, атлетов. Дмитрий, присаживайтесь. Ваше мнение, ваше мнение по синтолу, по инъекциям, по имплантам, по вот как мы сегодня это называем тюнингу своего тела со стороны бодибилдера в самых разных категорий. Что вы думаете на этот счет? Я против. Все. Почему? Да не о чем разговаривать. Вода это все. Надо честно тренироваться, качать мышцы железками. Пускай даже будут стероиды, но синтол и все, что с ним связано. Я не знаю просто какие препараты. То есть далек от этого. Мне какую-то... Могу рассказать историю? Так. Не буду называть фамилию человека, но он из Питера. Я ему ничего не продавал. Не-не-не-не. Это давно было. Да я шучу. Не-не-не. Ты еще не тренировался, наверное. Может, у меня еще не было. Да. Вот. И это начало нулевых. Середина. Середина нулевых. Ко мне тоже подходили люди и говорили, что вот есть такой препарат, да, который увеличивает мышцы на много-намного-намного сантиметров. Посмотрев на этого человека, я решил, что лучше я буду с меньшими сантиметрами, но останусь при своих мышцах. Они хоть будут настоящие, то есть они хоть будут выглядеть как настоящие, а не как синтольные. Синтольные формы меняются мышцы. Я, конечно, сказал спасибо большое, друг мой. Ну, без меня, бля. Человека, которому мы говорим, мы его фамилию не называем, но это известный человек. Да, конечно, да. Все его знают прекрасно, конечно. Ну, зачем я не буду? Да нет, фамилию не называем, но просто мы знаем. Я хорошо очень к нему отношусь, как к человеку. Он хороший парень. Ну, зачем я фамилию? Ну, к чему? Зачем этот каопарк, блядь, дом 2, это нахер не нужно. А вот как быть в ситуации, как вот Руслан говорил, что вот применяют атлеты, многие применяют. И ты в результате оказываешься в линейке с теми, кто улучшил себя за счет вот этих вот инъекций, а ты оказываешься в проигрышном положении. Ну, понимаешь, вот что касается, я могу только говорить о тех спортсменах российских, да, которые употребляли эти препараты. По ним видно, что они, ну, неестественная форма мышцы. Нету такой дефиниции. Сама форма мышц меняется. Нет такой сепарации. Глубина пропадает мышц, да. И вот сейчас это видно как раз на профессионалах АйБиБи, на той же Олимпии, да, посмотри на Олимпию. Какая глубина атлетов, и посмотри на Олимпию, 90-е, посмотрите на Олимпию. На Дориана, посмотрите, какая глубина мышц, блядь. Посмотрите, посмотрите. Вот. И на Леврона, посмотрите. Ну, на других там, я не говорю там про флексы, там некоторые уже начали делать. Но качество мышцы и форма мышц совершенно другая. Это видно. Видно, понимаешь? Когда ты выходишь на сцену, ты видишь работу спортсмена. Ты видишь работу в зале. Как он пахал, какие мышцы он накачал и как он их накачал. И это видно, что там нет препаратов, которые... А, да-да, я вмажусь нахуй. Сейчас, блядь. В руки с небля. И стану на 5 сантиметров больше. Какая там рука будет, неважно. Но зато я буду больше. Ну, это видно же. Ну, судя, не дураки. Вот, а почему они тогда всех не дисквалифицируют? Субъективные виды спорта, да. Но все равно, когда на чемпионатах мира в АВБ, на чемпионатах Европы, дисквалифицируют спортсмены, в которых видно синтол. По крайней мере, когда я выступал, это дисквалифицировали спортсмены. А при вас это происходило, да? Конечно, 100%. Много прям случаев было? Да, проходило. И в руках, и в плечах, и ребята. И они просто не доходили до сцены. Им сказали, до свидания. Вот и все. И я считаю, что если ты себя уважаешь, ну, будь честным хотя бы перед самим собой. Тренируйся, блин, зарабатывай себе титул и имя. И выгляди так, ну, своим трудом. Накачай мышцы железками, блядь, а не препаратами. Я сейчас не говорю про фармакологию, друзья, чтобы вы не путали. Белое с черным, блядь. Вот вам предлагали, вы отказали, сказали, лучше я сам, все своими силами. А вот в 90-х, в нулевых, были атлеты, может быть, из вашего окружения, или которых вы знали, которые сказали, да, отличная тема, буду пробовать, надо брать. Да, были. Ну, может быть, без фамилий. Были, да. Впоследствии они преуспели в этом деле, это им помогло или наоборот? Нет, все те, кто делал препараты, да, они ни хрена не завоевали. И ни имя себе не завоевали, ни титулы, ни звания, ни хрена. Понимаешь? Ну, не завоевали. Так сложилось, и здесь не в этом дело, там, хороший парень, он плохой, я не к этому говорю. Там, не перехожу на личности. Дело каждого, там, что кому делать, кому что ставить. И я здесь никого не учу, здесь ребята все, все спортсмены, они понимают, что они делают, и вот, каждый должен отвечать за себя, вот. А что касается тех, которые делали в 90-х, ну, делали они, ну, они ни хрена не занимали. Поэтому, потому что по ним было видно, когда ты на сцену, понимаешь, ты на сцену выходишь в плавках. Там ни хрена не скроешь, понимаешь. И, блин, вот эти руки, плечи, ну, блин, не знаю. Бороться тогда с этим как? Дисквалифицировать? У меня это дико. Дисквал пожизненный, нахуй. До свидания, блядь. Отчаяйтесь там где-нибудь, выступайте на пляже, стойте. Я понял. И появляется альтернативная федерация. Да, пускай будет для меня вообще одна федерация. Федерация для меня одна, а IFBB. А я IFBB Pro, и все, больше у меня нет федерации. Я вообще не воспринимаю другие федерации. Вот это мое личное мнение. Я считаю, что самая сильная федерация – это IFBB и Олимпия. И все. Со стороны, вот вы сейчас в зале сидели, до того, как к нам не присоединились. История Павла. Что думаете вот насчет него и вообще вот всей этой ситуации? Потому что в Питере многие как бы были замечены в использовании. Блин, ну он поддался на, блин, ну хороший парень, ты, блин, давайте мы сейчас тебе сейчас вмажем, блин, и все будет хорошо. На самом деле, может, и поддался, мне кажется, переборщил скорее. Переборщил. Ну он сам, я не знаю вот этих нюансов, понимаешь, я не могу комментировать того, что я не могу, то есть, понимаешь, я не знаю, как там было и чего там. Но он поддался. Вот, это его минус. Вот, если исправить все, конечно, будет. Дай бог. Дай бог. Главное, друзья, главное, друзья, это здоровье. Вот, здоровье не купишь. Поверьте мне, блин, не купишь здоровье. Берегите себя и берегите свое здоровье. Это самое главное. Прямо этими словами можно было бы уже заканчивать, это была бы отличная конференция, но мы не заканчиваем. Мы в самом разгаре. Я считаю, что мы пока что говорим об инъекциях и об имплантах только у мужчин. Мне кажется, женский, женский взгляд в этом деле нужен. Любовь Дрескова, iBB Pro. Прошу к нам присоединиться. Любовь, давайте ее поприветствуем. Любовь, насколько я знаю, вы не скрываете, что применяли импланты. Импланты, да. Ваше мнение, насколько это сейчас востребовано, насколько это необходимо в женских категориях? Несмотря в каких. Несмотря в каких категориях. В бикини. Ну, это очевидно, это уже как одно из выставки хирургов, я бы так сказала. Если мы рассматриваем позицию груди, то, что делают с ягодицами, ребята сделали выбор, но по поводу синтола, по поводу любых практических гелей, кроме гиалуроновой кислоты, они у нас не сертифицированы как международной европейской нашей медицинской. Как бы регистрацию они не проходили, они не одобрены, это значит, они опасны, потому что они имеют любые гели, которые заполняют тело. Они не имеют капсулы, они капсулируются, они имеют тенденцию скатываться, и тем более в перспективе их придется вырезать. Любые импланты, которые вставляются, и при той степени процента жира в организме, который необходим на соревнованиях, любой имплант контурируется. Вот, поэтому единственное, что, насколько я знаю сейчас, девочки используют, это гиалуроновая кислота. Ну, а гиалуроновая кислота, она, ну, это деньги, выброшенные на ветер, потому что в момент соревнований это продержится примерно через месяц из-за быстрого обмена веществ это все рассасывается. Денег они потратят примерно столько же, сколько на операцию по обставлению имплантов. Поэтому это все достаточно временный эффект, ну, каждый выбирает для себя. Ну, а вообще вот тема с имплантами, насколько она рискованная в неумелых руках, и есть ли в вашем окружении, или просто вы слышали о людях, которые пробовали их применять, и в результате... А что значит в неумелых руках? Хирург подпольный импланты, может быть, да, какие-то клиники, которые не прошли проверку, может быть, какие-то варианты, где подешевле сделать, или, в принципе, какие-нибудь ошибки, может быть, у хирургов бывают. Есть ли неудачные истории вот в этом вот направлении? Наша хирургия в Российской Федерации, она диапазируется, диапазон цен, если мы рассматриваем по груди, зависит от популярности хирурга. Да, то есть может быть, квалифицированный хирург сделать себе операцию за 300 тысяч, точно так же, ты можешь пойти к какому-нибудь заливу, он тебе сделает за полтора миллиона. Результат будет один и тот же. Но это всегда зависит не только от хирурга, это зависит от исходных данных. Прежде всего, девочки, женщины, которые это делают, которые это используют, это зависит от анатомии, от генетических данных и, наверное, очень часто от психологического состояния. Если человек пытается решить какую-то свою внутреннюю проблему таким способом, что через установление имплантов моя жизнь изменится, и я что-то получу, нет, этого не произойдет. Это ошибка, да? Это кардинальная ошибка, да, у нас психика у девочки так устроена, что нам всегда необходимо что-то улучшать, и если ты к этому относишься как к макияжу, не знаю, к новому платью или еще что-то, это один вопрос. А если это ты пытаешься решить комплексы неполноценности, заслужить любовь, там, я не знаю, получить от этого что-то, нет, к сожалению, будет только хуже. Вот, как решение... То есть исключительно как бонус с точки зрения соревнований, да, что-то поменять в жизни, это как бы не путь к этому. Абсолютно. Дмитрий, синтолы и инъекции в мужском бодибилдинге, я понял, импланты, все, в женском, в женских категориях, возможно, что думаете? Друзья, ну, здесь уже без вариантов, если девушка выходит на сцену без груди, то презентабельно это уже не выглядит, да? К сожалению, я про бикини. Вот, и, естественно, начали все вставлять силикон. Ну, я вообще против все это, всего, вот, все, что связано с ненастоящим, я считаю, что это неправильно. Дело каждого, здесь я не собираюсь кого учить, никого там рассказывать, что нам делать, что не делать, но я все, что вот неестественно, ну, стараюсь, конечно, все это ни к чему. Ну, тем более девушкам, я думаю, что девушки должны тоже заниматься в тренажерном зале и как-то добиваться результатов своим трудом. Не только... Вообще бикини – это пластическая хирургия, все, полностью, все бикини. Тренироваться там сильно-то не надо. Там здоровье-то, блин, ну, тренироваться. По сравнению с культуристами, это вообще халява. Ну, у культуристов есть стероиды, а у девочек нет. Поэтому момент такой. У девочек нет стероидов? Ну, у большинства все-таки, я думаю, нет. Ну, не на АБУ написано препараты, б**, которые выколотые. Что они колят, б**? Там по ней видно, блин. Я что, я идиот, что ли? Я что, не вижу, что она делает? Там все понятно. Некоторые, конечно. Народки и препараты, все, все там, там все присутствуют. Там, думаешь, не присутствует тестостерон? Сто процентов присутствует. Сто процентов. Но это зависит от того, от девочки, от здоровья девочки. Вот и все. Вот в этом. Кто-то предрасположен, кто-то не предрасположен. Здесь вот такая тема, и все. А вот остальное, плюс-минус, ну, фарма там есть, всегда была, есть и будет. Но не у всех. Есть уникальные. Ну, здесь уже здоровье. Еще раз повторяю, здоровье. Руслан, что считаешь? Нет, я считаю, конечно, что большинство девушек выступает без фармы. И без сомнения, есть девушки, есть специалисты, кто их готовит, которые применяют фарму. Я вообще считаю, что у девочек должен быть допинг-контроль. Я подожди, перебью. Я просто, количество фарм. А, количество. Понимаешь, если съесть 10 таблеток, ну, сейчас условно говорю, да, как пример, это одно. А если съесть половина таблетки, то это другое форма. И хлеба еще. Есть разница, да? То есть количество фармы тоже имеет значение. Если колоть сустаном, это одно. А если принимать одну таблетку, как сандралуну, это другое. Понимаешь, да? Естественно. Я лично готовил девушек в бикини. У меня есть Оля Корчака. Она стала второй в профессионалах на Московской Олимпии. Да, после Кузнецовой. А Оля не применяла никаких стероидов. Ну, хорошо. Нет, я был тренером, может быть, только в тайне от меня. Да, вот только если в тайне, но... Неужели не видишь, как она меняется? Это интересно бы я увидел. Я шучу о том, что в тайне. То есть человек не применял. Сейчас у меня спортсменка стала чемпионкой России. Она тоже не применяет фарму. Но у них, правда, без сомнения, это генетически одаренные крайне девушки. И, скорее всего, для побед уже где-нибудь на уровне прям Олимпии-Олимпии там вариантов не будет. Я как раз видел девочек-профессионалов из Америки, которые приехали. Вот девочки из Америки, это, правда, были такие прям трансформеры. С кулом этих девушек можно подавить и вы, и я. Вообще там прямо трансформеры. Мы просто хотели бикини. Да, да, это хотели бикини. Конечно, наши девочки... Давайте так, самая сильная сборная вообще на планете Земля по женским номинациям находится в России. Более красивых, спортивных и успешных спортсменок на планете просто нет. Наши девчонки самые крутые. Можно я добавлю? И достигают этого результата. Как я представитель конкретно то, о чем вы говорите. Я выступала в последний раз, наверное, я уже не помню, лет пять назад. И я получила прокарту без применения фарматокологии. Вот, я имею в виду тот пример. Ну-ка, поверь. Я думаю, что вы все меня знаете. Конечно. И я задавала допинг-тест, собственно, поэтому я и получила эту прокарту. И первый раз я попробовала ксандролон как раз-таки из-за необходимости подтвердить эту прокарту. Вот, наверное, у меня достаточно сильно поехала, конечно, гормональная система. И на тот момент я сделала для себя выбор, выступаю я дальше или нет. Потому что то, что происходит в Европе на чемпионатах Европы, именно Европы, а не то, куда мы ездим, куда сборная ездит, у нас таких девочек даже не фотографируют. Там были девочки, которым было 25 лет, они выглядели на 45 лет. У них не было половины волос, зубов. Но их это не беспокоило. Поэтому каждый делает выбор за себя. И говорить за всех, что вы фармакология, не фармакология, как бы все должно быть в меру. И с сохранением здоровья прежде всего. Любовь, спасибо. На самом деле я хочу поблагодарить всех наших гостей за то, что откровенно делятся. Не везде такое услышишь. И еще один повод смотреть эту конференцию ProCatch. Хотелось бы пригласить еще одного гостя. Виктор Симкин. Виктор, выступающий атлет. В прошлый раз, Виктор, тоже был у нас в студии. Присаживайся здесь. В прошлый раз ты очень активно участвовал в обсуждениях. Уверен, что тебе есть что сказать и в этот раз. Для начала, сам применял инъекции, какие-нибудь импланты? Было или нет? Синтол, инъекции нет. Так. И у меня вообще на это все есть свое какое-то отношение. Пожалуйста. Я по каждому могу пройтись. Если мы возьмем тогда, давайте, если импланты нет, да, если тогда стероиды почему можно? Давайте тогда, ну, все-таки смотрите. Вот есть любительские турниры. Есть допинг-контроль. Допинг-контроль сдавал. Я тоже сдавал допинг-контроль. Что, я не применял фармакологию? Я чемпион мира по бодибилдингу. Я делал допинг-контроль. Но я сдал допинг-контроль. Как и все остальные спортсмены во всем мире. Но спорт без стероидов, он вообще существует такой вообще? Спорт без стероидов. Ну, вообще, как правило, на турнирах по бодибилдингу допинг-контроль вызывает, как бы, ну, недоумение у зрителей, потому что все понимают, что, ну, как бы, мужские категории применяют мужских. Сейчас разная ситуация того, что было, вот, по периодам, по месту, когда я выступал. Я выиграл чемпионат мира в тринадцатом году. Молодец. Вот, в тринадцатом году я сдал допинг-контроль. Я использовал стероиды. Ну, давайте все, да, неудумение. Конечно, все используют стероиды. Но я сдал допинг-контроль. И все легкие атлеты сборной России по легкой атлетике сдают допинг-контроль. И США, и так далее, и пловцы, и все остальное. В общем, ты решил закладывать всех по полный раз. Нет, ну, что, давайте будем честны. Спорт без стероидов – это смешно? Это смешно. Так вот. Получается, в случае использования препаратов ты повышаешь гормональный фон, но все равно все, что ты нарабатываешь, это, как бы, своя работа. Какая своя работа? Это работа стероидов. Какая своя работа? Но они же за тебя жмут. О чем речь? Нет, это вообще не так работает. Но если мы возьмем, давайте, физиологические адаптации. Во-первых, у тебя одни физиологические адаптации, у меня совершенно другие физиологические адаптации. Ты возьмешь, 250 сустанонов поставишь, у тебя будет один эффект, у меня совершенно другой. И что тут работает? Да? Получается, толеранция с фармакологией и адаптация с фармакологическим препаратом тоже разная. И что мы будем сейчас давать? Да вообще, бодибилдинг, спорт, бодибилдинг – это вообще вещи, вообще несовместимые. Я считаю, что это конкурс красоты. Если это конкурс красоты, то давайте мы можем тогда применять и силиконовые сиськи, и силиконовую жопу вставлять, и вкалывать синтол. Окей. Но ты сам почему не применял тогда? Потому что я хочу быть спортсменом. Я когда выступал в этой категории, я хотел быть спортсменом, хотел представлять Россию. И чтобы, смотря на меня, люди гордились. Вот что я хотел. Чтобы я хотел, чтобы Россия, вот когда звучал гимн, я ложил свою руку на сердце, и я был ярким представителем Российской Федерации, и чтобы мной гордилась страна. Чтобы Поба Путин сказал, красавчик, молодец. Но в случае, если бы у тебя были импланты, про тебя молодец нельзя было бы сказать, да? А как про меня можно сказать? Это получается не я... Вот здесь вообще никто не работал. Здесь, получается, работал только правильно пластический хирург. Тогда я вообще категорически против использования и силиконовых вот этих всех прибобах, и там в ягодице, и в грудь. Но сейчас есть яркие примеры. Я вижу, что чемпионами мира, чемпионами Европы становятся девчонки, которых нет ни силиконовой груди, ни силиконовых там, ничего. Есть такие примеры, да? Ну, сейчас вот даже observation чемпионата Европы, который проходил, я следил, и там девчонки вообще без груди и выигрывали. Ну, там и выигрывали и с груди, и без груди, но я там слышал, что давайте сделаем федерацию, будут бикини силиконовые, бикини не силиконовые, бикини с грудью, бикини без груди. но это полный бред. Это не спорт. Они просто, ну, с каждым разом... Вот я абсолютно поддерживаю Дмитрия Голубочкина. Он говорил, что вот раньше была одна категория. Спорт. Я хочу, чтобы все-таки бодибилдинг был спортом, а не шоу красоты, шоу фриков и уродов. Но мы оба понимаем, что как бы... Не будет. А потому что, знаете, в первую очередь, почему так происходит? Потому что сами судьи, сами судьи, которые оценивают категории, вот тут много судей сидит и оценивают нас, вот когда мы выступаем на соревнованиях, они ставят на первое место тех людей, которые больше, объемнее, с более большими мышцами. Забыли, что такое эстетика, что забыли, что такое, правда, золотая эра. То, что мы хотим видеть и несем к людям, вот, скажем так. Виктор, давай так, вот, чтобы, скажем так, подытожить твою мысль, вот ты становишься, там, не знаю, президентом федерации, допустим, предположим, три основные вещи, которые бы ты поменял, в том числе, что касается, допустим, инъекций имплантов. Чтобы я вообще изменил. Я, во-первых, конечно же, ввел бы обязательный допинг-контроль. Это все равно, как-никак... Так ты же сам его обходил. Я обходил, но это должен быть... Если мы хотим это сделать спортом, то это должно быть... Понимаете? Потому что такое отношение. Я, когда пришел в бодибилдинг, знаете, что мне сказали? Знаете, мне что сказали? Что тебе сказали? И сказали мне тренироваться, есть как надо, спать, там, и все остальное. Верно списали курс. Мне сказали так, ты должен принимать вот эти таблетки. Я сказал, окей. Потому что я долбоеб. Ты лобируешь натуральный бодибилдинг? Я долбоеб, потому что я не знаю ничего в этом. Я пришел, мне, блин, 15 лет. Что я буду знать? Мне сказали, вот эти таблетки есть, ты будешь здоровым, выиграть будешь соревнования. Надо говорить, ну, уже тренироваться, вот, надо сделать спортом. Допинг-контроль, чтобы это было контролировано, чтобы это было так же отношение, как легкой атлетики, там, тяжелой атлетики, и так далее, и там подобное. Да, я понимаю, что везде, блядь, эти стероиды есть. Ну, то есть допинг-контроль не только перед соревнованием, но и до... Дисквалифицирование. Это тоже обязательно... За что? За нарушение правил. Если заметили... За чем-то тоже? А почему нет? Хорошо. И третье? Что бы еще? Это, кстати, отношение, профессионал-непрофессионал. Я могу вот это вот. Самое главное для меня. Вот любитель и профессионал. Чем в моем... Отличается, я хотел сказать, но мне не дали слова. Так. Я считаю, что профессионалом можно становиться только тогда, когда спорт тебя кормит. Вот я могу стать профессионалом только в одном случае. Если я понимаю, что потребности в еде, в тренировочном процессе, в восстановлении у меня полностью закрыты, тогда я полностью могу посвятить свою жизнь своему любимому своему занятию бодибилдингу. Бодибилдинг меня кормит. Вот я, например, боксер, выступаю, выигрываю Олимпиаду, я ставлюсь профессионалом, мне по-любому платят большие деньги. Мне по-любому придет Nike, придет Adidas, скажет, вот тебе перчаточки, используй, получай денежку. А когда я выиграю соревнования по бодибилдингу и стану чемпионом мира, что мне дадут? Знаете, сколько? Что? Не я. Вот так. Виктор, подытожу тем, что если вдруг когда-то будешь баллотироваться в президенты федерации, я буду голосовать за тебя. То, что ты говоришь, это, конечно, имеет место. Но я предлагаю пройти в эту студию как раз-таки профессионалу IFBB Pro, чтобы он высказал свое мнение. Николай Ясиновский, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Первый вопрос. А бодибилдеры тяжей, это фрики? Однозначные. Но тогда ты тоже фрик, потому что мужчина, который красит ногти, это фрик. Не, вы просто не в теме манги. Ну, в мое время, наверное, я устарел, да, в мое время и не красили до сих пор, да, ни старая, ни новая школа этого не делает. Каждому свое. Ну, вот поэтому я говорю, для меня ты тоже фрик. Что касается, ребят, стероидов, тюнинга, ну, был у меня случай такой, да, знакомая танцовщица, гога-дэнс. У нас называют гоу-гоу-дэнс, да, но это неправильно, потому что это правильно произносить гога-дэнс. Вот, это не иди-иди, таксуй. Знаете, когда девушка ставит это, вот она, в Америке, когда это все пошло, это как бы, да, начали только в 90-е годы, начали ставить грудь. Вот, они все хотели, они не выступали тогда, да, не было бикини, вот, но все женщины хотят, чтобы это выиграло натурально. И они всегда, кто это, ставили грудь, они подходили и говорили, потрогай, вот, и вот им нужно, чтобы обязательно я потрогал, как бы, да, грудь. Вы трогали? Да, конечно. И как? И сразу вопросы, is it real? Это выглядит натурально, потому что они все хотят, чтобы это, да, ты сказал, да, it looks real, короче, да, это выглядит натурально, понимаешь? Ну, вот это. А выглядело натурально? А? А выглядело? Ну, как бы, ты знаешь, для меня как... Я просто ни разу не видел, как бы, вот... Я не против, пусть девушки ставят, короче, да. Грудь с имплантами. Мы тебя отведем в гримерку, все будет. Пусть девушки ставят импланты и все такое, да. Да, и как бы, да. А я не, как бы, не... Здесь у каждого свои тараканы в голове, будем так говорить, да. Вот. Я просто еще к чему, да, с точки зрения... Хочет ставят, но вот я опять же говорю, я бы своей жене сказал бы не хочу по одной простой причине. Почему? Потому что... Ну, возьмем другой пример, да. Зрение. Почему я ношу очки? Все говорят, носи линзы. Ну, если вы посмотрите все врачи, которые занимаются зрением, профессора, я у них спрашиваю, ребята, а чего вы-то линзы не носите? Почему вы все, те, кто лечит, предлагают операцию на зрение, почему вы все очки носите? Все молчат. Понимаешь? Вот. Потому что это инородное тело. Во-первых, как бы, я не сторонник внедрять в свое тело другое инородное тело. Ну, в бодибилдинге можно? В бодибилдинге я, как бы, не сторонник синтола. Потому что, как бы, да, когда смотрят на мои плечи, до сих пор пишут, ой, синтоловые плечи и все такое прочее. А вы применяли? Я никогда не применял, потому что, ну, когда я жил и выступал в Америке, это тоже только, ну, употребляли. Просто есть такой, так называемый препарат, называется стекловидное тело. Он очень болючий. Когда его делаешь, там просто невозможно терпеть. Я его делал еще когда в Советском Союзе. Это все сборные делали. Вот. И когда я хотел попробовать, предложил своему тренеру, который меня готовил на про-турниры, Нол Феллор. Я говорю, ну, вот, как бы, знаю, что синтол ставят, да, Леврон, там, по 10 кубиков. А это прям инфор... Да, по 10 кубиков, короче, он делал в трицепс, в каждый трицепс, в бицепс, в ноги, как бы, выкрыл. А вот, он говорит, Коля, он говорит, очень болючий, очень болючий. Поэтому, говорит, этот, хочешь делай, хочешь нет. И я, как бы, из-за того, что, вспоминая, что я делал, стекловидное тело, я как-то не стал и никогда этого не делал. Что касается стероидов, употребления извне. Почему-то все так... Вот, makes an evil from the steroids. Делают дьявол из стероидов. Ребят, вот я закупаю продукты не в магазине. Вот мне три дня назад, как бы, каждую неделю мне доставляют продукты из Суздали, с фермы. Мясо, сырое молоко, потому что многие даже уже не помнят вкус сырого молока, да. У меня жена попробовала, короче, говорит, ой, я не хочу запах, потому что коровником пахнет, короче, да. А вот. Все, все это, да, я не закупаю. Вы больше обращайте внимание, когда вы приходите в магазин, да, там курица, курица, мясо, все напичканы тем же тестостероном. Там химии еще больше. Да, там химии больше. Просроченных продуктов, просроченных продуктов, короче, да, и вы это кормите своих детей. Вы лучше на это, смотрите, спорт высших достижений, он без стероидов, это уже не здоровье. Это уже не здоровье. А что такое стероиды? Стероиды не помогают нарастить мышечную массу. Стероиды помогают восстановиться к следующей тренировке. Я могу вам сказать, я вам объясню, почему. Приведу пример, потому что я-то привожу, в отличие от этого молодого, знающего человека, я привожу примеры, шоссейные гонки, велосипед, их, скорее всего, больше всего ловит на допинг. Употребление тестостерона, там, как бы, да, тут это, дждек и все такое. Но они такие худые, как сам велосипед, и что-то мышечной массы нету. Давайте возьмем бегунов, их тоже легкоатлетов, как бы, да, которые бегают. На 100 метров возьмем. Не, на 100 метров они здоровы. Они не выглядят как культуристы. Многие говорят, что спринтеры, блин, выглядят как культуристы. А если мы возьмем, чтобы бежать на 5-10 километров, они же тоже употребляют... Релико им еще, ***, до культуристов. Стероиды не растят мышечную массу, они помогают синтезу белка, расщеплению пищи, которую ты употребляешь, и восстановлению организма. То есть, ВЗА. Я, конечно, ЗАО. А что касается имплантов? Имплантов? Ну, здесь имплантов... Вот был в 94-м году, опять же, пример, да, какие импланты еще есть. Луферина, наверное, всем знакомый, да? Если вы посмотрите старую мистер Олимпи, 1994 года, которую проходил в Атланда, Джорджио, вот. Он поставил себе импланты. Да, он поставил себе импланты. Просто пластиком. Да, в голень, вот. И там было ощущение, что он поставил два бильярдных шара. Он просто стоит, там вот просто вот такие два круга, как два... Ну, отдельно от тебя. Что поднимает, да, короче, да. Он просто вставил туда пластиковый... По ощущениям, наверное, не очень было. Пластиковый просто имплант, пластик, все, вот. Поэтому, опять же, здесь тоже разное. И опять же, если люди хотят употреблять синтол, пусть они употребляют. Я никогда этого делать не буду, да? Дисквалифицировать за это надо? Вот давайте подытожим. Применил синтол, пусть ставят. Не надо, я еще раз говорю, дисквалифицировать, как бы, больше внимания удивляйте на тех, кто занимается производством нездоровой пищи. Вот и все. А от стероидов еще никто не умирал. Дайте мне статистику, сколько человек умерло от стероидов в мире, да, и сколько умерло в одной Москве. В одной Москве от попадания сосулек на голову в прошлом году погибло два человека. А сколько за последние 20 лет умерло от стероидов? Понимаете, есть стероиды и есть допинг. Я против допинга. К допингу относятся кокаин, эфидрино-содирающие препараты. Это допинг. Я против допинга. Но есть стероиды. Вот, и стероиды, как бы, да, если ты становишься профессионалом, а так и спорт высших достижений, это уже не здоровье. То, если ты хочешь действительно зарабатывать деньги, потому что у тебя семья еще, как бы, да, ну, до семи, семью кормить. Да, здесь ты переходишь, как бы, черту употребления стероида сверх того, что нужно. Переходишь эту черту. Если ты ее не переходишь, они не влияют на твое здоровье. На здоровье может влиять тот же витамин С. Если ты неправильно его употребляешь, у тебя появляется сыпь и начинает кожа чесаться. Но витамин С уже не предназначен для того, чтобы портить твое здоровье. 100%. Вот. Поэтому нужно знать всегда норму, то, чего, как норму. А если ты не знаешь нормы, ну, извини меня, вот, не зная нормы, не зная, как правильно питаться, люди вот с такими брюхами ходят. Я вас понял. По 15 лет не видит, где его конец находится. Прерву вас уже, Николай, потому что... Потому что... Есть еще один человек у нас в студии, которому точно есть что сказать о качественном, некачественном, разном синтоле и его применении. Алексей Киреев, доктор Любер, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Давайте вот к старой гвардии присаживайтесь, пожалуйста. Никто не хочет. Вы еще в прошлый раз, когда были у нас в студии, говорили, что знаете разницу, и она есть между синтолом, скажем так, нормального человека и курильщика, условно, да, назовем это так. Так, скажите, как вообще можно найти качественный синтол, сложно ли это сделать и вообще нужно ли это делать по-вашему? Слушайте, Андрей, я несколько был удивлен началом вот этой передачи, потому что два человека признались в применении синтола. Обычно это действие такое, оно сродни каминкауту. То есть отношение к синтолу почему-то? Ну, такое, что человек делает что-то страшное, запредельное. Но вот пока все, что говорилось, это говорилось не о синтоле. То есть в России синтолом принято обозначать любые масла, которые вводятся местно. Оригинальный синтол не имеет таких побочек, о каких было сказано. Применение оригинального синтола заметить невозможно. Никак. Я, наверное, буду третьим, кто совершит каминкаут. Вот по мне больше 50 банок синтола было. Где? В 2010 году я заболел единоборствами. За полтора года буквально, вот, нет ничего. Ни единые шишки. Но их, в принципе, и не было при применении. Вот. Имеет свойство рассасываться, да? Он рассасывается моментально. То есть вот атлетик... Сколько вот период его распада, скажем так, занимает? Ну, смотри, я такой пример приведу. Вот атлеты колют стероиды, да? В какой-то определенный момент задница перестает принимать. Ну, просто образуются шишки, начинают вставить место. Ну, все грешные эти. Вот, синтолы рассасываются быстрее. Оригинальнее, чем инъекции стероидов. То есть действия синтола, это вот не те страшилки, которые написаны в статьях, а не фотографии Григора Валентина. Он разорвал фасции и ушел. Никак его не найдешь, ни под каким рентгеном не заметишь ничего. Несколько дней? Вообще его, вообще просто нет. Просто как обычный инъекции стероидов. Нет, я имею в виду вот действия, его продолжается несколько дней. Его действия надо ставить циклами по 4-8 недель каждый день для того, чтобы был какой-то эффект. А иначе пропадает через несколько дней? Нет, не то, что пропадает, это нужно создать достаточный объем, чтобы растянулась фасция. Грубо говоря, вот локальные инъекции синтола перед сценой непосредственно имеют место в ответ? Их никто не делает, потому что синтол усваивается организмом на фоне дефицита углеводов, он уходит вообще моментально. Повторюсь, вот рассказ о том, что синтол, ты уколол, у тебя раздулись мышцы, это не синтол, это какое-то масло. Ничего больше. Рынок, скажем так, некачественных инъекций, подобие исключительно синтола, в той же России он большой? Ну смотри, профики считают оригинальным синтолом всего три продукта. Это синтасайз от Криса Кларвская, синтол и эсиклен. В России эти продукты представлен синтасайз, стоит он там долларов 120 или 100, кому как повезет. Вот, полно умельцев, которые стерилизуют обычное масло, вплоть до аллейной, клеят наклеечку синтол и продают по 1000 рублей. В основном в российских атлетах налито именно это масло. Алексей, вы говорили, что применяли сами, но при этом на тот момент, ну насколько я понимаю, на сцену у вас не было планов выходить. В таком случае вы тестировали просто? Ну скажем так, года до 2010-го я реально болел бодибилдингом, но понимал, что с собственных перспектив выйти на сцену у меня нет в силу генетики. У меня были подопечные, прежде чем что-то кому-то посоветовать, я это пригонял на себе. Первые 20 банок синтола мне привез один из наших профессионалов, тогдашних, по 500 долларов они мне обошлись. Вот, я их раздал своим ребятам, мы не знали, как их применять. Но потом, слава богу, привез и милост Сарсов, который дал достаточно четкие инструкции, что как, куда. Да, вот, повторюсь, неэтично называть фамилии, но нормально работает синтол. Ну, в его случае как раз-таки все знают, что он применял, и как раз-таки в случае с его бицепсами это скорее негативный был пример. Тем не менее, он продолжает рекламировать и расписывать циклы. Но именно с точки зрения соревнований он ему тогда помешал, вы согласны? Да, я согласен, потому что он чуть не помер. Суть в чем применение синтола. Вот есть какая-то группа мышц, которая не откликается ни на какие виды тренинга. Ты пробовал все. В моем случае это были грудные, я жил больше 200 килограмм, у меня были абсолютно плоские грудные. Начав делать синтол, где-то через полгода мне стали говорить, что у меня там вот такие сиськи. Почему нет? Ну, я могу чуть-чуть добавить, у меня дома до сих пор лежит книга, которая еще из Америки, да, называется Стервит Дайджетс, наборных Стервит Гайднес. И там про синтол написано, что спортсмен может в течение двух недель добавить на икроножную мышцу 2,5 сантиметра. Но они моментально пропадают, как только ты их прекращаешь, как только ты прекращаешь колоть синтол. Моментально как бы объемы спадают. Так вот смотри, сейчас там более протокол, более хитрый. То есть ты 4-8 недель ставишь синтол каждый день, потом где-то 2-3 месяца раз в неделю, и потом наступает черед простагландинов на полгода. Это создают те мышцы, которые вот, ну, никак ты не заметишь в употреблении синтола. Они будут глубокие, венозные и разделяться. Еще один человек, мнение которого я хотел бы узнать по этой теме. Никита Откачук, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, потому что... Никита, пожалуйста, на эту сторону присаживайтесь. В свое время в интернете были по-настоящему вирусными ваши снимки. Причем не только у нас, но и на Западе. Люди удивлялись, какой гипертрофии можно добиться, а использовал ли этот атлет какие-то инъекции или нет. Можете рассказать свою историю, как вы пришли к тому, чтобы использовать, и остались ли довольны эффектом? Всем доброго времени. Моя история начиналась... Вообще, со спортом я очень сильно дружу, занимаюсь с самого детства. Поэтому не могу сказать, что применение там тех или иных веществ как-то влияет именно на желание и отдачу в зале. Я занимался и пауэрлифтингом, свои небольшие имею заслуги в нем, и в силом экстриме, и плавно перешел в бодибилдинг. Наверное, я был достаточно серьезным фанатом этого вида спорта. И, скорее всего, по глупости залетел именно на этот факап с использованием неизвестного масла. Это вышло так, что я на эйфории после выигранных нескольких турниров попал в команду «Генетик», приехал, увидел, как пацаны там заряжаются, думаю, блин, ну это ж круто, смотришь, здоровые кабаны, а я только еще ребенок. Да, и тоже. И тем самым попал именно в такой момент. Масло, да, было некачественное, что-то внутри я не знаю, не могу ничего сказать. Руслана, я ни в чем не обвиняю, это как бы как... Вы тоже знакомы? Конечно. Окей. Как бы тут нет ничего такого, это моя неопытность, мое незнание. Никита, а вы случайно с Павлом на связи не были, может, у вас... Не, не, не были, мы в дальнейшем потом позже. Не, я имею в виду, может быть, у вас одно вещество внутри или разное? Скорее всего, мы... Одно, одно. А как это определить? Все, я понял. Одно говно. Это как бы та партия все была. Одно. Все, я понял. Я могу сказать, что как бы да, когда я перестал ставить, я съездил на северо-запад, неплохо выступил, я выглядел отлично. Проблема в том, что он натягивал на себя различные минералы, как я предполагаю, соли и все остальное. Это продолжало расти. Без дополнительных инъекций увеличилось. Без дополнительных инъекций. Ну, это и таким образом, с учетом того, что я достаточно фанатично относился к спорту, очень хорошо набирал, порядка лучший мой вес был в пределах 160 килограмм. То эти места, как бы, адекватно говоря, тоже увеличились достаточно быстро. В какой момент они прекратили увеличиваться? Наверное, в тот момент, когда я немного осознал, как я хочу жить дальше, то есть перестроил отношение именно к спорту, к бодибилдингу. Перестал есть чрезвычайно огромное количество еды. То есть из сильного профицита калорий я ушел в более поддерживающее состояние, а потом начал больше уходить в дефицит и выглядеть более сухим и рельефным стараться. В тот период они перестали расти. То есть только ты начинаешь добавлять калорийность, эти места воспаляются, сразу припухают. Вот и все как бы. Я могу сказать, что от этого вещества пострадало очень много людей. У меня нет таких каких-то проблем, которые возникли у других ребят. То есть были и серьезные температуры, и нарушение работы почек, и печени. Всего. В первую очередь я хочу сказать, что я никому не рекомендую использовать. И также хочу спросить. Тут все говорят синтол, синтол, синтол. Можно мне формулу синтола? Как? Что это? То есть правильно сказали? Можно растительное масло прокипятить и сказать, что это синтол? Алексей, формула есть? Есть. 70% триглицериды в средней цепи, 10% алидокаина и 10 или 15% бензола алкоголя. Просто смесь вот этих масел, Крис Кларк его запатентовал, это вот главный секрет. Оно работает не так, как обычные масла, и точно не так, как алиэна, простерилизованная. Ваше мнение, почему парни нарвались на некачественный, скажем так, препарат, некачественную партию, что ли? Потому что сложно выйти на нормальный? Ну тогда, может быть, и было сложно, потому что мы в России, и когда появляется спрос в чем-то, обязательно найдется тот, кто это сделает, ненадлежащего качества. Насколько я знаю, тот, кто его делал, ушел на небеса. Ну, был производитель в лаборатории в Питерской, который делал. Вот, его, насколько я знаю, его больше нет, этого человека. По естественным причинам. Слушай, ну, тут не выяснял. Я понял. Он есть, Руслан. Он есть. Двое было парней, который делал, его нету. Продолжить, да? Да, Никита, пожалуйста. Меня так оборвали как-то. Я прошу прощения. Вот просто вот формулу мне срочно нужно было узнать. Так вот, и мне по сей день ребята продолжают писать, которых я отговариваю, потому что я знаю людей, у которых были реально серьезные проблемы. Как бы смерть – это самая серьезная проблема, но были такие, что люди не могут нормально жить. То есть постоянно делают какие-то операции. Много, да? Много. Потому что, как бы видите, получилось так, что организовалось некое сообщество, которое пострадало от данного продукта спортсменов, которые так или иначе начали взаимодействовать и поддерживать собственную связь. Потому что, как бы, чтобы понимать, что с кем происходит. Чаты, формы создавать. Грубо говоря, да. То есть на ком-то вообще никак не отразилось. А ты сдавал Дедимир анализ? Анализ сдавал крови на Дедимир? Конечно. У тебя он в норме? Нет. А что это за анализ? Ну, это вот свертываемость крови и все остальное. Влияет, да? Да, конечно. Пиздец ты здоровый. Я не знаю, это комплимент? Наверное. Паша, остановись. Не надо. Номер карты скинем. Больше не надо, Паша. Так вот, отговариваю всех. И все равно люди стараются найти какую-то волшебную таблетку в этом. Я лично сколько людей, которые перепробовали и не переписывался, это или сказывается негативно, или не работает. В общем, вы против применения в ботиньилдинге? Я против применения. У нас на рынке два момента получается. Или то, что останется в тебе, или то, что тебе ничего не даст. Ты потратишь деньги. На данный момент у меня сложилось такое впечатление. Помимо того, ты будешь дискомфортно тренироваться, с огромными болями, неприятно это будет все. И так далее. Остается, да, как бы эти эффекты? Нет, более всего проходит. Меня сейчас ничего не беспокоит, кроме внешнего вида. Я как-то стараюсь более скорректировать. А исправлять этот внешний вид планируете, если он вас беспокоит? У меня было несколько операций. Были? Были, да. То есть вырезали куски. Я также хочу отметить Щукина, потому что все на Щукина ссылаются. Его оперировал зубной врач. Да. Вы понимаете, что те операции, которые он делал, это была просто показуха? Я видел мясо, которое он вырезал. Там можно шашелки делать. Что они сделали? Там просто куски такие вот огромные, там целый стол. Развали бы. То есть, следя за данным человеком, не могу сказать, что увидел какие-то правдивые материалы по данному. Можно я вот, потому что у нас аудитория слушает, которая будет смотреть. Потому что не у некоторых сложится впечатление, что вот здесь все сидят больные, короче, да, и все испытали какие-то последствия после употребления тех или иных препаратов. Я могу так сказать, ребят, аудитория, которая она будет смотреть. Вот мне 59 лет, я 30 с лишним лет употребляю стероиды. 30 с лишним лет. И выгляжу нормально, как бы, да, и чувствую себя нормально. И с сексом у меня все нормально, и со всем остальным у меня все нормально. Дай бог 20-летнему иметь такой секс, как у меня. Это раз. Это первое. Второе. Все проблемы исходят от поддельных препаратов. В Америке 95% стероидов, да, это официальная статистика, поддельная. Как только у нас все это стало, запретили продажу в аптеках, а в Советском Союзе это можно было, покупали те же стероиды, нераболил, ритаболил, метандростенол, только тем, кому это нужно было. Да, как только это стало черным рынком, black market, все, люди начали понимать, что на этом можно заработать деньги, пошли поддельные препараты. И то, что сейчас на сегодняшний день у нас, наверное, не менее 95% тоже поддельных препаратов, вот этого нужно остерегаться. Если вы хотите быть нормально, короче, да, не испытывать проблем с употреблением тех же стероидов, я их не призываю, как бы, да, к употреблению там всех, да, а только те, кому это нужно будет, то ищите нормальный препарат. Вот и все. Не, можно... В аптеке нормальный препарат, он, амнадрен, он и есть, амнадрен. Да. Он в аптеке продается, иди, зайди, посмотри, именно. Никита, пожалуйста, вот ваше мнение, и я еще одного гостя привожу, пожалуйста. Ну, вот такая речь, что вот про фармакологию я бы сказал так, что неосведомленность и непонимание того, что люди делают. Вот в чем причина. Можно инвалидам статьи, используя фармакологию. То есть нет такого, что она безопасна абсолютно, она не несет добра, она используется в определенных целях, определенными людьми. То есть, как бы, я веду к тому, что не надо ее пропагандировать. Сто процентов не планировали. Люди, которые используют, спокойно используют и знают, что они делают. Чуть-чуть не закрыли мы тему, хотел ее подытожить. Операции были, еще планируются? Пока нет, потому что на самом деле по операциям, во-первых, для хирургов эта вещь достаточно незнакомая. Кстати, на УЗИ она просматривается все. То есть, сразу отмечу. Просто не каждый УЗИст это может увидеть. Может быть. Для хирургов это что-то непонятное. То есть, меня оперировал достаточно хирург с большим стажем, но для него это было что-то новое. То есть, он сделал определенные ошибки, когда оперировал. И я был не первый. Эффект какой-то получился? Конечно, конечно. И я был достаточно не первым человеком, которым он оперировал по данной теме. То есть, на самом деле, проблема куда масштабнее, чем мы предполагаем. Да, она более серьезная. Любовь, хочется женский взгляд услышать. Вот касательно женских категорий я спрашивал. А вот мужчины, атлеты, которые применяют синтол, может быть, какие-то другие инъекции, импланты. Вот с точки зрения женщины вообще... Эстетики? Да, да. Портится впечатление или нет? Портится. Да? Портится, да. Больше нравятся мужчины, которые на своих гормонах. Это личное дело каждого. Я не считаю, что я должна это как-то позиционировать, осуждать, либо еще что-то. Кому-то не нравится. Личный момент, но каждого свой. Просто интересно. Опять же, выступающая спортсменка, свой взгляд на эту тему может быть? На мой взгляд, это неэстетично. В женских категориях. Возможно, мужчины в тестостронный период, да? А я объясню, почему. Потому что любое народное, вот, я извиняюсь, не синтол, который профессиональный, который незаметно, да? Которое то, что заметно, это выглядит как опухоль. Спирт. И, прежде всего, наш спорт изначально позиционируется как здоровье и красота. Вот. А это не здорово. Это, ну, это видно. Да. И просто это люди, которые сделали ошибку и, ну, страдают от этого и разруливают это. И я считаю, что это молодцы. Это как мы все, кто больше, там, 10 лет в этом спорте, да? Мы являемся основоположниками, которые уже сделали ошибки. И на нашем опыте, собственно, рождаются следующие звезды и получают опыт. Вот. И ребята молодцы, которые объясняют на своем примере, что не стоит этого делать. И, ну, это объективно факт. Да. Если бы они этого не рассказали, то, как бы, ребята продолжали, как бы, заниматься подобными вещами. Сто процентов. А еще один человек, которому точно есть что сказать. Опытный атлет IFBB PRO. Абсолютный чемпион мира Игорь Касюнин. Игорь, пожалуйста, присоединись к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу. Игорь, начнем с того, что ты хорошо знаком с Павлом. Очень хорошо. У тебя на протяжении лет 10 мы точно знакомы. Вы точно знакомы с Русланом? Нет, честно говоря, мы с ним впервые... Мы знаем друг о друге, но мы не знаем, что не общались. Да, 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 впервые пересеклись. А знаю я Игоря, я еще только начал качаться. Больше лет, наверное, 17. Нет, да я тоже знаю, естественно. Мы просто впервые пересеклись вот так вот, ну, лицом к лицу, скажем так. А так мы все время вот так. Мы с тобой, по-моему, второй раз... Через Сидио Локовского, чтобы вы знакомы. Я сегодня впервые увиделся с Дмитрием Голубочкиным. Это атлет, на которого я равнялся, когда я только пришел в зал. 2006 год, 24 апреля. Я прихожу в зал, первая моя тренировка по бодибилдингу. Сидит мой тренер первый. И сзади него огромный плакат. Дмитрий Голубочкин и Юра Леонов. Это, по-моему, чемпионат Москвы что-то было. Вы тогда были в Дримтане, и там просто какая-то жесть. Я впервые, ну, первая тренировка в зале. Я прихожу и вижу Дмитрия Голубочкина. И сегодня впервые я с ним увиделся. То есть для меня это определенное событие. Я очень уважительно отношусь к Дмитрию. Дмитрий против применения инъекций, различных веществ в бодибилдинге. Странный олдскул, если они за какие-то такие вещи. Ты какого мнения придерживаешься? По поводу чего? Синтол и его разновидности. То, что люди все подводят к названию синтол. И импланты в мужских категориях, как ты считаешь, это имеет место или нет? Импланты в мужских категориях? Так, да. Ну, скажем так, главное, чтобы это выглядело натурально. Если выглядит натурально, почему бы и нет? Ну, почему бы и да. Потому что вот если мы спросим про... Ну, вот ребят здесь много, да, в теме бодибилдинга. Если мы спросим, какую форму и какого атлета они считают самой лучшей в истории, то я думаю, что имя Флекса Уллера мы услышим очень часто. Особенно форму 93-го года Олимпии. Где, по моему мнению, он должен был выиграть. Потому что я всегда за эстетику. Флекс Уллер выглядело натурально до поры до времени, а потом борщину уже не очень. То есть главное не борщинуть? Конечно. Главное, чтобы ты создавал, ну, бодибилдинг, да, это же строительство тела. Мы используем все. Мы используем снаряды. Мы используем там штанги, гантели, мы используем еду, мы используем локальные препараты, мы используем все, что не приколочено. Если это улучшает наше телосложение, и мы выглянем, ну, натурально. То есть все обтекаемое, линии красивые, весь виноград, все делится, все сечется, все круто. Именно это и стремится сделать современный атлет, я так полагаю. Ты сам использовал? 10 лет. С 2011 года по 2021. Я имею в виду синтол. Ну, синтасайз. Синтасайз. Только синтасайз. Использовал? Ну, я же сказал. И как? Да это все круто. Ко мне вопросов не было никогда, а он был у меня везде. Ну, то есть где везде? Трапециевидные мышцы, широчайшие мышцы, трицепсы, бицепсы, дельтовидные. Ну, сам Бог послал, потому что, извините, дельтовидных мышц, генетические ядра, которые на Олимпе необходимы, извините, они только в Ушабуне. И еще он, вон сидит Игорян Зевлицкий, вон там сидит Бажанов, и все, на этом дельты закончились. Поэтому он... А большие эффекты какие-то были у тебя? Нет. Нет. Но это же синтасайз. Это оригинал. То есть качественный синтол. Сейчас я объясню, чтобы все понимали немножко. Так, значит, 2011 год. Я в 2010 году выигрываю чемпионат мира и начинаю задумываться, что мне дальше делать. Потому что вот как раз первый день в зале, меня тренер спросил, что ты сюда пришел, что ты хочешь. Вот как раз Дмитрий Голубочкин, все дела. И тренер мне сказал, что ты хочешь. Я говорю, вот там Вишневский позвонил, сказал за меня взяться. Он говорит, Вишневский, понятно, что ты хочешь. Я говорю, у меня две цели. Первая, я хочу стать чемпионом мира, как Вишневский. Вторая, я хочу создать идеальное телосложение, как у Флекса Уиллера. Это единственное, кого я видел, в принципе. Вот картинка. Были какие-то другие, но я обратил внимание. Вот хочу, как этот пацан. И он тоже, кстати, рядом с вами там висел. Только у него было написано, что он Рэй. Ошибка была в журнале. Вот, и, ну вот как-то так. И я, естественно, задумывался, окей, надо переходить из классики в опен, потому что в классике цель была выполнена, я стал чемпионом мира. Что делать? Дальше набирать, потому что организм растущий. Вишневский мне говорит, корми свой организм, расти себе спокойно. Там год, сколько тебе надо, набирай себе спокойно. Ну и я спокойно качался, спокойно набирал. Но все равно вопрос был очень интересный по поводу Синтола. Блин, эти же профики его делают. Приезжают все в шарах, Флекс Уиллер, все эти истории мы слышим. Он олдскул постоянно об этом говорит. То, что вот приезжает Флекс Уиллер или там Шон Рэй, или Кевин Леврони. И вот они такие ни о чем в костюмчике. Маленькие такие, извиняюсь там за слово, дюки. А снимают костюмчик-то, а там все так. Вот что такое профессионалы. И там все такое в винограде. Как они это делают? Я тоже такое хотел. Как? Как? Синтасайз. И моя задача была, как и всегда, чтобы преуспеть в каком-то вопросе, нужно обратиться к лучшему. Кто в этом вопросе шарит лучше всех, ну, желательно в мире. И ответ был простой. Кто, кому обратиться по поводу Синтасайза, чтобы точно сказал, как и что делать? Да. Где найти это имя? Где найти, вы все знаете? Кто знает про Синтасайз, там просто на баночке написано. Крис Кларк. Крис Кларк. Я начал узнавать по всем своим связям, по всем моим друзьям контакт Криса Кларка. И самое интересное, я его нашел. И я ему написал. И до сих пор мы уже 10 лет как общаемся. Естественно, он свои знания и передал мне. Я их докрутил и использую сейчас максимально круто, даже без вот этих схем. Нет. Я очень уважительно отношусь, считаю вас одним из самых лучших специалистов в России. Но у вас есть своя схема использования, у меня есть своя. У меня меньше дозировки. Я его использую для атлетов и для себя тоже использую, для сохранения наполненности перед сценой. Потому что бывают, ну знаешь, такие качели небольшие, когда идет слив. Никогда, ну на 100% ты не можешь быть уверен, как твоя форма обменяется через 4 часа, через 6 часов. Вот последние недели перед соревнованиями такие качели такие небольшие. И вот эти качели влияют очень сильно у неопытных спортсменов на форму. И они не понимают, что с ними. Вроде больше поел, ну весь такой наполненный, весь такой сочный. Вроде нужно сливаться, убрал углеводы, да, и уже и пленка пошла, и уже не такой эффектный, да, слишком. Ну вот эти ошибки. А это влияет напрямую на наполненность. Если ты на сливе ее потерял, очень тяжело ее будет восстановить. И эти килограммы углеводов наедать, ты выйдешь вот с таким животом и вот с такими плоскими мышцами без ве. Хоть сколько ты раскачиваешься. Ну то есть ошибки неопытных атлетов. А синтезайз позволяет сохранять наполненность. Ты контролируешь. Чуть уходят дельты, а дельты в первую очередь уходят. Подколол туда, контролируешь все эти вещи. И все, выходишь на сцену со своими ядрами. И никто ничего никогда не увидит, ничего никогда никто не спалит. Все будет сечься по волокнам просто до жести. А ты будешь наполненный. Поэтому синтезайз, ну его спектр применения огромен. Его используют все дисциплины. Женские, мужские, все, которые вы знаете. Все используют. Я имею в виду все дисциплины, но не все атлеты. Кто-то принципиально к этому относится вопросом. Кто-то делает все, что доступно, все, что не приколочено. Это выбор самого атлета, как правильно заметил Дмитрий Голубочкин. Что это каждый решает, что он хочет делать. Поэтому здесь такой вопрос. Кто-то этого очень будет желать, а кто-то будет говорить, нет, это плохо, это зло. Добро и зло, знаешь, все время вот так вот. В любом случае спасибо, что сказал честно, потому что я для себя многое сейчас услышал. Я бы в жизни не подозревал, что ты использовал, а ты оказывается так. Извини, Никита. Сейчас я просто еще одного гостя приглашу. Иван Вадянов, он как раз идет к нам, в прошлом выступающий атлет. А сейчас атлет со своим мнением. У нас становится плотнее свое мнение. Можно ли использовать в мужском бодибилдинге синтол импланты или нет? И использовал ли ты сам? Было время. Чуть-чуть пробовал. То, что касаемо синтола. Это был стопроцентно оригинальный синтол. Я точно знаю. То же самое, что у Игоря? Я не разбираюсь. Мне что дали те люди, которым я доверяю. Это было давно, очень давно. Это было в стародавние времена до вот того коллапса, который произошел со всеми. И там мы смешивали синтол с фармакологией. У меня был отстающий верх груди. Хотелось такие вот плиты, такие квадратные. Начали пробовать. По три кубика в одну, по три кубика в другую. Мне адски больно было. Выдержал я не знаю сколько там, две, три, может быть, не больше месяца точно. Пару банок я, по-моему, разводил. Я как трансформер ходил. Мне было как больно. Я сказал, я не могу. И мы на этом закрыли тему. И это все моя практика с применением синтола. Это было в начале карьеры вообще очень давно. А вообще насчет его применения в бодибилдинге? Настоящий синтол, о котором Алексей говорит, все методы хороши. Я не вижу разницы между фармакологией и синтолом. Если это дает эстетически красивое тело, которое нравится всем, которое идет на обложки журналов, которые судни оценивают, на которые все равняются, я за. Я не считаю это чем-то таким, отличающимся от фармакологии. Я даже нормально отношусь к имплантам, если они не нарушают внешний вид. Вот, например, у меня оторван бицепс. Мы решили не шить, потому что большой геморрой распахать всю руку ради того, чтобы вытянуть одну ниточку, пришить, чтобы восстановить. Мне хирург сказал, если надо будет эстетически, можно какой-то маленький такой поставить, чтобы он вот закрывал эту зону. И если я это сделаю, и никто этого не увидит, ну и хорошо, я не против. То есть как бы, ну никто, если не увидит. Если сюда я вкачаю импланты, которые будут явно выделяться, это будет выглядеть фриково, конечно же, это не спорт, это фрик. Это ты там, может быть, сделал для Инстаграма, для того, чтобы тебя пообсуждали, или еще что-то, обосрали там, ну и вот так. Если в рамках спорта, я как бы за все вот эти нюансы, лишь бы это было реально круто, чтобы мы выбирали, я вот как судья выбираю спортсмена, да, и я ставлю на первое место действительно лучшего. А что у него там в заднице, что у него там в руках, если это выглядит пропорционально эстетично, да мне все равно. Если сделано умело и выглядит, естественно, окей, если сделано коряво и бросается в глаза, ты против? Да. Нарушение пропорции, сразу же нарушение пропорции, все, это же сразу отодвигает. Это не значит, что как в FBB нужно сразу дисквал, как Долера тогда, все, он нахуй это. Почему? Поставьте его ниже, оцените его, соответственно, его корявых, испорченных имплантами или еще какими-то инородными телами тела, оцените с такими же корявыми недоформами, еще что-то, вот где-то там. Лидеры, которые, они должны быть оценены по достоинству, это тройка, пятерка, а если вот человек, вы считаете, что он диспропорциональный за счет внедрения инородных тел, поставьте его куда-нибудь, не надо его дисквалифицировать. Поставьте его на то место, где он в соответствии, находится своих пропорций, соответственно, где-то там в жопе. И все. Просто я не считаю, что из этого нужно делать шумиху, а особенно ходить, блядь, щупать дельты, вот там за сцены, выдавать свой вердикт, блядь, вот эти вот судьи, которые вот этой хреньей занимаются. Пошли за сцены, блядь, пощупали, потом сняли, блядь, соревнований, вот. Я считаю, это полная, блядь, порнография, такого нельзя делать. В NPC с этим проще. В NPC всем, как бы... Используйте. Можно. Используйте. Но мы вас поставим, соответственно, будешь ты вот такой фриковый, будешь стоять сзади, если тебе нравится... Причем они сейчас такие есть. Да выходи, платите взносы, пожалуйста. Вот айфббшники одно время здесь прямо вот устраивали такие клоунады цирковые. Там заширки даже классные, на ягодицы. Чупалишь дельты, там, блядь, снимали. Пронголи. Ну, ты считаешь нормальным? Поставьте назад. Да, я считаю. Зачем цирк делать из этого? Я сейчас объясню. Зачем цирк делать? Ситуацию. В моем понимании бодибилдинг – это спорт. И все, что связано с имплантами, ну, я не понимаю. У меня восприятие другого. Дим, ну, поставили его последний, мы все... А зачем щупать и снимать? Я думаю, что это не должен быть такой пример, и он не должен быть такой человек на сцене, с теми спортсменами, которые честно тренируются в зале и добиваются каких-то результатов. Вот для меня это так. И по-другому я не могу. У меня просто воспитание немножко другое. Дим, тогда надо на взвешивании сразу этих людей убирать. Да. Правильно? Да. Почему не убирают? Ну, нет, ну, это не ко мне. А, бабки надо, взнос надо, чтобы унес. Да не, я здесь при чем, здесь бабки ни при чем вообще. Ну, так вот, а почему не убирают? Я думаю, что это не ко мне, это уже не ко мне вопрос. Я не... Ну, ладно, я правил. Я вообще не лезу в эти темы, блин. Понял, когда здесь начиналось шоу, я стоял прям вот так рвался, так сказать, высказил свое мнение по поводу то, что бикини – это легкий путь, они там себе импланты сделали, они ни хуй не качаются. То есть, а вот бодибилдеры башут как проклятые. Давайте, хотите, эксперимент проведем? Люба проведет тренировку, б***ь, один бодибилдер выдержит ее нагрузки. Да, она не пожмет 200. Ну, вы, б***ь, угонитесь за ней в плане тренировок. Все считают, что бикини легкая, мэнсфизики легкая, и это все легкое. Да я видел, как они тренируются. Они, б***ь, объем, тонаж поднимают. Да, может быть, небольшими весами, но на про-уровень, когда выходят атлеты, они еб***ь не меньше бодибилдеров. Просто у каждого свое. А в смысле, подожди, а в что бодибилдеры не сможет выдержать? Нагрузки, которые они делают. А какую она нагрузку делает? Вот в смысле чего она делает? В смысле веса? В смысле интенсивности тренировок? Мы никогда не поднимем больше, чем пауристеры. В смысле интенсивности тренировок? Пауристеры там, соответственно, просто вы говорите, что это легкий путь. Это адский тяжелый труд, и он ничем не отличается от тренировок бодибилдеров. Отличается. Отличается. Чем? Весами. Весами? Да. Весами. Интенсивный объем. Хорошо. Я тоже тренируюсь по 2,5 часа, блин. Я не тренируюсь 40 минут. Вань, я не тренируюсь 40 минут. А Люба по 4 часа б***ит каждый день. Нет, блин, ну я по 6 часов тренировался, а толку-толку не было. Понимаешь? У меня всегда был объемный тренинг, я всегда тренировался долго. Вы берете категорично. Я не меньше 3 часов не тренировался. И сейчас тренируюсь по 2,5 часа, ничего не меняется. Вы категорично говорите, это ни***й, а не спорт. Они по легкому, они ни***й не делают. По сравнению, Вань, посмотри, по сравнению с культуристами, с культуристами, с культуристами, с мужиками, это другая планета вообще, тренинг. Можно я добавлю? Я не согласен. Тренировки мужиков с культура. Я не согласен. Совершенно разные вещи. Здесь есть тренировки. Те же тренируются пляжные, пляжные бодибилдеры, да? У себя тело поделывают ноги. Да, я видел, что тело ноги поделают. Да пусть поделают. Иван, пожалуйста. Да вы не выдержите их тренировки. Иван, секундочку. Ребята, давайте спокойно. Иван, секунду. Он не пошел. Я вынужден вас прервать. Я вынужден вас прервать. Иван, Николай, Дмитрий, пожалуйста. Во-первых, мы здесь еще не все гости. Во-вторых, это отличная тема, то, что между вами разгорелся такой спор. Мы это вынесем вообще в отдельную тему. У меня еще одна тема есть. И, пожалуйста, по поводу девочек. По поводу синтола, силикона и прочей всякой ерунды. Все тут фыкают, фукают импланты в жопе, импланты там. Я считаю, что тема имплантов у девочек напрямую зависит от бабла. Нету бабок, нету сисек. Все. Будут бабки, каждая себе сделает. Истинный глагол. Я, конечно, не знаю, как редакторы формируют строграмму. Качество, уровень жизни любой девочки зависит от ее сисек. Это реально так. Это ее жопа. И, блядь, кто с этим поспорит? Это вот мажор. Иван, в наше время это жесткий сексизм. А мужчина, мужики, которые на эту тему спорят, у них просто, блядь, нету денег, либо не хватает просто кишка, тонка потянуть такую телочку заряженную. Поэтому они одни, блядь, стосят. Иван, пожалуйста, я вот сейчас прерву тебя. Я прерву тебя, я тему запомнил. Обязательно донесем до редакторов, организаторов. И я думаю, что со стороны женщин будет достойная оппозиция твоему мнению. Мне почему-то так кажется. Но, тем не менее, спасибо за ваш горячий спор. Вау, даже кондиционер перестал течь. Хорошо. И подытожить все это обсуждение, как раз-таки я хотел бы женским взглядом пригласить сюда двух девушек, двух прекрасных девушек. Это Виктория Коневец, спортсменка-бикини, многократная призерка турниров НПС. Да, присаживайтесь, там место есть. И здесь еще с нами Евгения Смородинова, двукратная чемпионка по модифитнесу, чемпионка мира по фитнесу. Девушки, сколько горячих мнений, мужских, прозвучало. Любовь озвучила свое мнение. Я хочу напоследок спросить вас. Вы, в принципе, из двух разных категорий. Насколько я понимаю, вы не знакомы с темой применения имплантов, инъекций. Так, вот именно поэтому мне интересно ваше мнение. Для начала, как вы относитесь к применению различных локальных инъекций, каких-то вот других веществ или применению имплантов в женских категориях? Евгения, пожалуйста. Я отношусь категорически против. Почему? Потому что я знала, спешно выступала, и не применяя никакой ни силикон, ни синтол, выигрывала соревнования. Вот это моя позиция, собственно, такая. Можно спешно выступать и без этого. В линейке соревнований не мешало это? Может быть, какие-то спортсменки применяли, какие-то нет? Вот судьи кому-то отдавали предпочтение? Я так понимаю, судя по занятым местам не мешало? Нет, абсолютно не мешало. Так же в жизни мне абсолютно это. Мне полностью нравится натуральная красота. То есть вот столько, что озвученной позицией Ивана, вы не согласны, что... Да. Можно и без имплантов спокойно реализоваться и на сцене, и в ней, да? Ни разу не было ни одного мнения, что мне нужно где-то что-то добавить и так далее. Может, все есть природа. Время пока. Вот так. Если грудь природная и красивая, то зачем делать? Время пока. Все же хотят, чтобы было как натурально. Молодость, возраст, да, согласна. Если парочки паре все устраивает, это их лично делать сиськи, не делать там или что-то еще, это сугубо индивидуально. Я здесь услышала, что вы сказали, нет денег, нет сисек. Так, да. Вот я с этим не соглашусь. Мой бывший предложил мне сделать грудь и сказал, давай, я оплачу и выбираю размер. Да, я отказалась, потому что меня полностью устраивает... Поэтому он и бывший. Видимо, он... Нет, не поэтому, к сожалению. Вы не угадали. Если это действительно сделано красиво, качественно, а не так, что девушка постояла с медалью на сцене, и сразу же нужно прыгать под нож, под любого хирурга, да, резать себя, я вообще не вижу в этом смысла. Если это красиво, качественно сделано, аккуратно можно. Я не противник этого. Но, к сожалению, вот бикини перешли в такую фриковость даже, что ли, можно сказать. Вот такие вот вареники, вот такие вот грузи, и никакого спорта абсолютно я не вижу в этом. В категории бикини без... Вот вы, кстати, упомянули, что синтол хорошо рассасывается. И вот есть некие бикини, в кавычках, которые сейчас используют филлеры. Вот, закачиваются... Гелоранка, да? Нет, это филлеры. Они закачиваются, они тоже быстро рассасываются. Куда они закачиваются? Выходят с вот такими вот попами. Мне очень жаль, что моего тренера рядом со мной нет. Он показал попу? Вызывай его с филлерами. Анатомия же, ну, понятно всем. Нет, если это в рамках пропорции, я это оцениваю и поощряю. Но я считаю, что это несправедливо. Что несправедливо? Вы предлагаете на сцену вызвать хирургов, аппарат поставить и каждую задницу просвечивать, если там что-то... Кстати, это было бы интересно, на регистрации просветить каждую задницу. Ваня, мне кажется, вопрос о том, что это несправедливо. Ну, если вы говорите, что бикини, бикини, это несправедливо. Так мы, извините, мы... Вам просто... Вот мы постоянно говорим, вот это не спорт, это не спорт. Давайте разберемся тогда с основным понятием, что такое бодибилдинг. Не спорт. Ну, окей, для тебя это не спорт. Для Дмитрия Голубочкина это спорт. Спорт. Для Николая Язиновского спорт. Для Алексея Киреева спорт. Однозначно спорт. Руслан. Просто понимаешь, разница в том, что... Ну, погоди, я говорю. Какой вопрос? Смотри, Игорь. Дай мне слово. Нет, слово дали, дай это говорю. Какое отношение? Виктор, секундочку. Витя, тебе слово будет, я мешать не буду. Паша, спорт бодибилдинг или нет? Конечно, спорт. Любовь. Спорт. Никита. Я знаю, что Никита. Для меня это хобби. Хобби, хорошо. Ну, для тебя. Хобби вообще у парня, да? Для меня это спорт. Это было долгое время частью моей жизни. Супер. Спорт всю жизнь. Спорт. А я считаю, что не совсем. Один против всех. А я считаю, что не совсем. Как здорово ты через меня проскочил. Ну, в принципе, мое мнение тут действительно нет. Не, не, продолжай, Игорь. Хорошо, да. Бодибилдинг это собирательное понятие. Когда мы смотрим на сцену, где мы выстраиваемся в один ряд, нас оценивают. Люди, которых мы вообще не знаем. Мы даже не знаем, каких зовут. Мы им доверяем. А чем они руководствуются при оценке? Пропорт, критерий, критерий. Если это судья высокого уровня, у него всего лишь одно чувство, которое он должен обладать. Это чувство эстетики. Все. Шахи, мат, баста. Греческие боги, древнегреческие. Мы все на них равняемся. Древние это почитали еще до нас, еще сколько тысяч лет назад. И вот мы к этому все стремимся. Да, мы не можем, как эти боги выглядят, без стероидов. Окей. Ну, как Аполлон, можем на Турашку выглядеть? Можем. Так бодибилдинг, что это, спорт или все-таки это больше, чем спорт? По мне, так это больше, чем спорт. Вот поэтому мы и лепим из себя строительство тела. Да, мы используем штанги, мы используем стероиды, мы используем силикон, синтол. Вообще все, что можно, лишь бы приблизиться к этому идеалу, который у нас в голове есть. Все средства хороши, да? Нет. Каждый человек выбирает. Это знаешь как? Нужно все в жизни попробовать. Должна быть хватает сертина. Все, я буду пробовать только самое лучшее. Понимаешь? За качество стоит платить. Я готов платить за то, чтобы мне давали только самые лучшие препараты. Лучшую еду, лучших тренеров, лучших в мире. Такие у меня, кстати, и были. Вот, поэтому мне нужно самое лучшее, и мне нужно самое лучшее тело. Что нужно сделать для того, чтобы его достичь? Пожалуйста, распишите мне 1, 2, 3, 4, 5. И первый пункт, что нужно, чтобы создать идеальное тело? Максимально быстро хочу, прямо сейчас. Генетика, генетика. Генетика, генетика. Нет, нужен наставник. И все будет дальше. Два-тречка генетика. Наставник будет. Игорь, извините, а вот Алексей говорит, если было маленькое бревно, будет большое бревно. И наставник, и не наставник. Потому что это единственный вид спорта, где присутствует только генетика, 100%. Ее нету. Почему? Есть тело длинное и короткие ноги. Он уже никогда, человек, не выиграет эти соревнования в бодибилле. Или наоборот, длинное ноги, короткое тело. Легко, ты Кокер выиграл. Все, что ты? Ладно, вот Мидри Голубичкин сидит. Отстающие ноги всю дорогу. Что, он ничего не выиграл? Я имею в виду. Нет, длина ног пропорции. Длина ног пропорции. Длины ног соотношением с помощью. Он не стал чемпионом, да мы его все уважаем за это. Кого? Мидри Голубичкин. Вы берете чемпионов, возьмите туда подальше. Игорь, у Голуба нет диспропорции в соотношении длины ног и длины туловища. У него пропорционально. По-моему, мы отошли от темы. Крокий корпус. Сколько раз одной классик выигрывал? Нет, это у него нормальное по соотношению. Я считаю, что, конечно же, главное. Ты на самом деле считаешь, что генетика нереальна. Она имеет значение, если мы говорим про соревнования, а не про бодибилдинг, кроме прыщей, ничего не нарастил. Он ставит больше, чем мы все вместе взяты и ничего не вырастил. Мы говорим про бодибилдинг или мы говорим про сцену? Бодибилдингом занимается огромное количество людей, которые не мыслят о сцене. В данном случае мы говорим скорее про сцену. Просто бодибилдинг является бодибилдером 24 часа в сутки. А вот, к примеру, если взять спортсмена, футболиста, теннисиста, он является спортсменом только на момент выполнения... Согласен. Подождите, а почему? То, что он там на сборах, то, что он на теннисном корте живет. Мы живем в зале, качаемся, и нас видят один час на сцене. А они херачат... Нас видят 24 часа в сутки. Поэтому профессионал в области бодибилдинга не тот, кто имеет карту... Я считаю, что здесь вообще любого спортсмена, любого, это 24 на 7. Любой. Мы говорим про бодибилдинг. Я тоже говорил. Именно про бодибилдинг. Про человека, который хочет создать идеальное тело. Он к этому всю свою жизнь может обидеть. Можно послушать меня теперь? Я тебя не перебивал. Я тебя не перебивал. Сколько раз тебе можно говорить? Я тебя тоже говорю. Сколько раз тебе говорю? Ты не перебивай меня, когда я говорю. Ты не перебиваешь мне вставить. Когда ты до тебя дойдешь? Вот в данном случае, друзья, я прошу прощения. Я вынужден перебить каждого из вас. Ладно? Я вынужден перебить каждого из вас. К сожалению, я знаю, что многие здесь недовысказали свое мнение. Эта тема явно не дораскрыта до конца. Многим еще есть что сказать. И я уверен, организаторы еще дадут ей продолжение. Главное, что я хочу сказать. Спасибо каждому гостю за то, что настолько открыто рассказали о своем мнении, о своей ситуации, возможно, о своем применении или нет. Это действительно важно. И я уверен, что наши зрители дадут максимум обратной связи по поводу того, что они услышали и с кем они согласны. Спасибо.